Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в Escape from Tarkov. Мы продолжаем путь с 1 с прокачкой персонажа. Всем приятного просмотра! Мне нужен будет ключик от 303 комнаты, общежитие. Вот он, 10 тысяч стоит всего. Забираем. Времянка есть, ключ от времянки. Я бы тоже хотел его там проверить. Вот, тоже забираем. А этот лишний. У меня, оказывается, два ключа от времянки. Я забыл, что для выполнения квеста выдаёт этот ключ. Осталось мне всего двоих диких подстрелить по квесту Тарковский стрелок с расстояния более 40 метров с механического прицела. Поэтому спортивно-развлекательный рейд, в общем, будет. Особо поэтому не одеваюсь, не собираюсь. Так, в чём мне жалко, короче, сходить. Ой, понятно, понятно. Хочу ещё, кстати, заглянуть. Как раз вот сейчас по пути будет в лазарет. О, там уже дикий. Расстояние хорошее, но там, блин, мешает это ограждение. Не убил. Ладно. Пошумели, надо валить. Вот так вот сделаем. Ух, иди, твою мать. Чуть сам себя не взорвал. Гренадёр, мать твою. Нормально, нормально, бывает. Опять он, короче, сидит, походу, тут, а вон он, первостепенная цель. Кормозол. Готов. Но этот стопудово где спящий. За углом тут сидит. Любители, там боты ныкаться. Уже ни раз, и ни два. Замечал. Здрасте. До свидания. Ну, близко слишком. О, разгрузочка появилась. Ой, патронов-то я мало взял что-то. Посмотрим, посмотрим. Папки в библиотеке, говорите, спавнятся. Мне нужно для убежища там три штуки. Поэтому мне пофиг вообще они будут с галочкой, не с галочкой. Чем покупать их за более чем 200 тысяч. Хорошо, что у меня жилет теперь есть дикого. Теперь я могу аптечку себе взять. Опачки. А бейсбол? А угументин? И все, что ли? Не густо. Ну, давай смотреть. О, не соврали. Слушай. Опа. О, еще? Да ладно. Вот это поворот. В натуре тут, оказывается, папки спавнятся. Ну, спасибо, господа и дамы. Спасибо за подсказочки. Все, я пошел тогда. То самое чувство, когда у тебя в разгрузке. Под полмиллиона. С ппшкой один стрелял и все, вроде бы. Больше никого не слышал на локации. И он, скорее всего, в эти пошел. Самые. В общежитие. А дын, а дын всего остался бот. И, конечно же, вас тут нет, да? На наливнике. Опа. Это чьи-то шаги были. О. Понятно. Блин, деревня. Конечно, патрон у него, я так понял, слабенький. Попал, я даже не почувствовал. Практически. Это кто, бот? Это бот. Блях, он по ноге попал. Хе-хе-хе. Получается, да. Ёп-рес, ты сейчас этот подскочить успеет, да? Давай попробуем его здесь вот подсечь. Как ты пойдешь через канты? Точно. Лови. Все, я пошел. Хе-хе-хе. Не, надо на Мосеньку посерьезнее патрон брать. Он, правда, дорогой, но... По-другому никак. ЧВК вообще хрен пробьешь с ЛПС. А то два-три попадания, блин. Ну, шел ты в баню. Воевать я с тобой не собираюсь. Да, он, смотри, по броне попал разок. Хоть одну папку спасем. Или... О, она в доке, смотри, помещается. Серьезно. Ключ. Ключ тогда мы вытряхнем один. Придется вык... Да он, стоит-то там фигня вообще. Давай. Во. Вот хрен тебе. Тебе и прицел, и факт не получишь. Как раз пока ты тут будешь возиться, искать меня, лечиться, там, пришиваться, я пошел в общаги. Ну, он теперь будет поаккуратнее, короче. Так нахрапом вряд ли будет бегать, понимает, что... Пролететь-то может. Второе попадание, это вряд ли его. Бронежилет-то уже спасет. Он уже на стройке там, да? Да, это он. Ну вот, чуть-чуть бы еще и ногу выбили бы. Вот и знаю, откуда стрелять, блин. Зараза такой. Ну все, и факт, считай, использован. В общем, рискну последними зубами, попробую, я сейчас сгоняю в не очень удобный, удобный спаун, если честно. Если получится, мне придется в общежитие сначала зайти забрать зажигалку в 303, потом вернуться в трейлерный парк, заложить эту зажигалку. Блин, а тут бота нет, да что за фигня. Всего один мне остался. То есть туда-сюда беготнее, заложить в трейлерном парке, потом выходы у меня опять же в другом конце карты. То есть туда-сюда бегать несколько раз придется. Гораздо удобнее там заспауниться, возле общежития забрать. Ну или хотя бы на той стороне, где заправка новая. Там забрать и поскакал на трейлерный парк, заложил и там же выход на трейлерном. Ого. Не, все, я передумал идти, короче, в общежитие. А там еще и с глушителем. Нет, в общаге не интересно. Там мочилово. Слушай, может на трубе сидит? Блин, на трубе по-моему нет бота. Нет, не вижу. Значит, на старую заправку сейчас пойдем. Ой, на новую заправку сейчас пойдем. Мне вообще пофиг. Мне и заводской даже подойдет. Если с дистанции получится его щелкнуть. О, здорово. Не буду ничего смотреть, ни тайники, ничего. Целенаправленно пойду искать одного дикого. Такая себе, конечно, позиция здесь на ЖД. Она удобная в плане наблюдения, но она в то же время еще и палевная, дико. Хорошо прям видно там человека. Человек, во, дикий пошел. Сейчас, братишка. Ну что, придется рискнуть. Там этот СПП, что с ним там, живой, неживой? Он сейчас как раз в аккуратнее. Либо в спину пойдет. Если через базу решал, а он не пошел. Или на КПП сразу мотнуться. Слушай, там-то должны быть боты. Или их убили только что. А, вот и ПП. Вспомни говно, вот оно. Бота в кошмаре-то там ходит. Ну что ты, куда ушел-то? И на крыше там не вижу. Не, ну его там точно сняли, потому что тут ходят уже там тоже диких постреливать. Блин, неудобственно, неудобственно. И стоя с этой стороны, значит, ЧВК лазят. Диким деться от них некуда. И в общагах, блин, ЧВК, и во всех дырах. Не попал. Значит, убегал. Повадились, блин, с подружками ходить. Смотри, какие. Против двоих, да и с Мосинкой. Это надо уметь стрелять. А не так, как я. Бах-бах и мимо. Мы пошли в общежитие, рискну, короче, зайти. Наверное, они уже там залутали, не залутали. Че им там надо было, че было интересно. Там че в этой общаге-то ловить. Меченку проверил, второй этаж сейфа проверил и все свалил. Ну, если только засаду кому-то мне устраивают, типа. По приколу. Ладно, сейчас технично попробую подойти. Тихонечко не слышно. Громкая очень эта лестница. И чтобы на ней постараться как можно меньше звуков издавать, я в приседе и на капсе захожу. Зажимаешь капс, приседаешь, и он почти не слышно идет. А вон они, эти два типа, перебегают. На заводскую. Ну, хорошо. Наверное. Хотя нет, не хорошо. Мне же туда возвращаться надо. Зато там пульт зачистят, наверное. Так, я внутри. Вроде тишина. Вот она, эта 303. Удобно, что она прям возле выхода. Забираем часы. Ой, я ей часы, говорю, зажигалку. Даже пушка какая-то. О, ПП. Пойдет. Меньше половины. 9,19 ПСТ беже. Ну, ладно. Не убью, так припугну немножко. Все, можно чесать отсюда. Выход в общаге можно. Блин, ну нет. Старая заправка. Неудобные выходы. Я говорю, мне надо будет на трейлерный парк бежать, закладывать. Ой, блин. Понятно. Там кто-то на этой колодке. На колодке. Опа. А это кто, бот или чулобот? Без разницы, это дикий. Давай, дистанцию там дожит. А, нет, он не даст, да? Все, я тебя понял. Сейчас что-нибудь придумаем. Эй, косы. Эй, че за хрень? АП-20, бронебойная пуля, 12-й калибр. Вот, здесь, смотри, мне надо 3 штуки, разведцентр, чтобы поставить. Это так, для перспектив, в общем, 2 папки. Ну, нормально. Нормально. Давай тогда ВПУ возьмем, давно я хотел с ней прогуляться. В оптику сниму, в подсумок уберу, в рейде потом прицеплю, если будет такая возможность. Мне надо с механического одного бота еще подстрелить, и завершить квест можно будет. Ну все, я готов. Все, что нужно мне от этого рейда, это один дикий подстреленный. Если получится, попутно еще и сделаем, если тихий рейд будет, еще и сделаем золотые панты квест. Ну, если нет, то вообще не страшно. Нормально потом оденусь, возьму нормальное оружие и схожу в общежитие. Заберу эту зажигалку. Будем надеяться, что рейд окажется тихим, потому что выдвигаюсь вечером. Но Тарковский Стрелок надо закрыть по-любому. Там всего один дикий остался. Так что сейчас его найдем в первую очередь. Вот она эта временка. Опять я неудачно заспаунился. Да, открыто. Отлично. Там раньше были куртки, сейчас, по-моему, вообще нечего лутать. Так что смысла таскать этот ключ с собой нет абсолютно на таможне. Так только квест выполнить и выбросить этот ключ. Субтитры сделал DimaTorzok Очень тихий рейд. Начало вообще, я ни души вообще не слышу. О, туркикер заберем. О, шестидесятник. Он же мне нужен будет. Мне с Галкой надо будет Несколько таких магазинов. А куда мне его пристроить? Вот так только если... Блин, капец, знал бы. Взял бы что-нибудь. Короче, не вариант совсем голым выходить. Надо хотя бы... Хотя бы разгрузку дикого надевать. Так не пойдет. А вдруг я сейчас газоанализатор найду? А рейд тихий. Вообще никого я не слышал. Ни одного выстрела. Поэтому и мы обязательно и поглядим. Что у нас там в картотеках. Показывай. Я даже медицину не взял. О, красавчик. Жалко в доке нельзя запихать перелив. Нет, такая себе идея ходить абсолютно голым. На шаверме за мостом. Бот будет. Ну, либо на крыше на стройке точно. Пойду гляну. Не уходи никуда. Есть клиент. А ну. Есть кабанчик. Теперь вообще пофиг. Кто-то с пистолетика стреляет. Значит, я не один тут. О, такая же ВПО, только с оптикой, смотри. Моя оптика не ставится. Я там, оказывается, вместе с планкой оторвал ее. Надо было без планки снимать. Поэтому я ее скинул. Она уже у меня застрахована. Ой, ништяк. Моя по-любому пушка вернется. По страховке. Вот я... Вот я, ей-богу, не понимаю, как работает эта пушка. Не, ну как... Ау, убил, наконец-то. Не, ну как сама пушка-то работает, я понимаю, в принципе. Но я не понимаю, как этот патрон работает. Причем, не посмотришь же. Был бы трассер, я бы еще... Пристрелялся как-нибудь. Надо попрактиковаться. Надо поиграть, короче, с этой волыной. Ну, звук выстрела, конечно, капец. Надо глушитель брать. Шибко палевно. А, ага. Тут все с пистолетика наяривает. Не слышал никаких ни взрывов, ни выстрелов, никаких движений на общежитиях. И двери все заперты. Закрыты. Дубль-2. Давай еще раз попробуем зажигалку эту забрать. Сейчас прицел снимем. Я же в оптику не буду пялиться там. Вот так надо было, блин, снимать. Крепление надо было снимать, а не эту. А я в планку взял, оторвал. Ладно, пошли. Опять же неудачный спаун. Опять же я на трейлерном заспаунился. Туда-сюда придется бегать опять. Общежитие. Назад на трейлерный парк. Потом с трейлерного опять на выход. А, ну зато я на обратном пути. В лазарет еще раз зайду. Как раз одну папку осталось надыбать. Хорошо, хоть не заводских никаких тут нет. О, валуна. Автомат, нифига. Пять пятьдесят шесть сорок пять. Это что, сто первый? Сто первый автомат. Интересно, интересно. Так. Вообще в цвет. Тогда можно мне и оптику присобачить сначала на ВПО. И будет у меня возможность и на ближний от ботов отстреляться. Если что, на дальний попялится в оптику. Пойдем. Возвращаюсь в трейлерный парк, где я открыл времянку. О, клиент. Готов. Там поглядим. Надо будет, не надо будет выходить. Если выход не обязателен, выживание, выход с локации не обязательны, то я похожу, постреляю, попрактикуюсь еще. Что там, чем богат? Бичик. Бичик. Понятно. Бичик. 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 Возвращение. Бичик. 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 он здесь я же говорю нечего вообще лутать в любом месте закладывания хочу неё моё 30 секунд вот вот точно раньше маскировка целей на заводе папки той было 30 секунд представьте какого там было на заводе закладывать 30 секунд от папку в палевной такой временки а раньше тут висели куртки можно было я даже носил с собой ключ от этой временки чтобы куртки посмотреть в куртках то ключики часто спавнятся и здесь куртках я нередко находил интересные ключи от санатория и другие а поглядим нет выжить выйти с локации не нужно таркевский стрелок тоже наверное да нет все можно сдавать и первый второй квест ну все тогда свое удовольствие значит джубошу предлагаю тогда попялиться чё там на в с рф пострелять по белкам по тарелкам может дикие там есть о есть зашибись вот стал ты вообще не зашибись о убежал дальше 2 подошел хрен а вот теперь я вижу что я низко попадаю все равно низко давай попробуем зимлинг выставить сколько тут метров 100 наверно поставлю руки уже все красные что полегче было сейчас положение лежа все как положено хотя тут даже не сотня 150 наверно 150 поставим почти что ставил что нет все попал наконец-то офигеть в блин 150 зервин поставил неужели там больше уже летом 200 метров игра какая-то лучше вот так сделаем чтобы да вообще один магазин запасной только оставлю второе уже все пошел заныкался где-то понял тебя понял лучше всего я думаю с бронебойным с бп патроном тренироваться там практиковаться постреливать потому что гекс и fmg это вообще не патрон я считаю может быть тот немножко по-другому патрон себя ведет сейчас привыкну стрелять с этих патронов и там помощи по-другому и вообще не в тему будет но я теперь примерно понял как вы по работает надо а он нормально тут вообще под раздачу попал получается блин хороший вечерок выдается нифига никаких тебе тут чвк никто не мешает как будто в пв е загрузился ей богу рассказывай как до такой жизни докатился 29 из 40 а ну непонятно он может быть он у него изначально уже был подбитый немножко тарзана заберем бронежилет я имею ввиду ханта 5 рублей заберем бороду можно тоже забрать чё по патрону хантер мне некуда взять короче какие бы планы на рейд не были чтобы ты там не задумал респиратор кстати можно забрать все таки лучше взять с собой какой-нибудь рюкзачок дикого стоит он там 1015 всего если выживешь вынесешь там с него он полмиллиона можно будет 1300 она продавать нефтекусты забырнул рассказывая у него чет есть вкусняхи какие-то c3 кордур у юнтар и восьмерки мне на 101 подходят наверно дор кикер я выкидываю это да я в автомат заряжу запасного нет магазина лучше это полном держать буду херовики и конечно патроны что там в автомате что этот восьмерка ну дареному конем зуба не смотрят на халяву как говорится и звездка творог терять мне особо сейчас нечего даже базу решала сейчас тоже залутаю на заводскими я сейчас чё сделают у меня бронежилет то этот жиденький посмотрим если там не будет никого-то забегу гутону и все что для не видать темнеет уже хреново над шевелиться можно будет и картотеки кстати говоря глянуть может там чё интересного найдем картотеки гляну и на базу решала в этот раз без документов либо их уже вынесли одновременно левую и правую кнопку мыши жмете он колу видите он типа это типа попил и типа него и энергетик типа попил и типа открыл но пить не стал закрыл назад как-то происходит непонятно но левая кнопка правая кнопка мыши одновременно нажатие отмена действия то же самое это и с хирургическими наборами и прочими делами давай проверять чё тут давай газа на я пошел газа анализатор блин вот это ридище вот это ридище это уже третий квест будет за один рейд не но это вот это вот это вот это фартовый конечно рейд не буду больше фортуны испытывать я пошел потихонечку в сторону выхода есть у меня старая заправка есть старая заправка блин надеюсь что там будет работать выход и пока сильно не стемнело надо чесать так как ни фонарика у меня ничего такого нет наверно по правой стороне аккуратненько вдоль вдоль края локации главное чтоб заводские там не на этого ли не накинулись на меня вроде как пусто они же зараза внизу там в подвалах могут быть ладно проскочим я думаю ага ага По-моему, это, кстати, заводской Непонятно По-моему, это заводской Еще и волтыни Все-все-все, братан, я понял Ты бог, я сдох Все, я пошел на выход Нафиг, манал, я сейчас довыпендриваюсь По-моему, волтыни был тип По-моему, это заводской был А может быть, путаю Силуэт только видел Главное, чтобы здесь сейчас никаких ботов не было И все, чтобы выход работал Спасибо, пожалуйста Работает выход Зеленый дым есть Ботов Вроде нет Надо вытаскивать газан Ничего не знаю Пока есть такая возможность Лучше не выпускать ее ПП-19 Блин, у меня же глушитель с собой 5,56,45 Вот я тормоз Ладно Все, выхожу На старой заправке Вот это ридище Вот это, вот это, вот это фортануло Базару нет Базару нет А в Ксентии Сутенер Сатры 154 метра Которого я через реку-то стрелял Вот это глазомеряще у меня 150 Зируинг стайл И как раз он там сидел на 154 метра Более-менее понятно теперь, как работает ВПО Это здорово Но я больше не пойду, короче, с этим патроном Я буду брать нормальный БП-патрон Передаем газоанализатор Санэпидемнадзор Часть 2 Квест мы закрываем Пейнкиллер 4 шприца с морфием Найти в рейде Пожалуйста, получите Распишитесь Провизор Найти кейс с прибором Опционально найти автомобиль фельдшера Проникнуть в 114-ю комнату общежития Помните девятку на КПП В багажнике которой я куртку постоянно смотрел На наличие 114-го ключа Это автомобиль этого фельдшера И там 114-й ключ Поэтому в этой куртке можно найти Надо в общежитие 114-ю комнату идти И выполнять квест Золотые понты завершаем Вот, отлично Теперь я могу с лыжником сейчас торгануть туда-сюда И второй уровень лояльности откроется Убей 7 бойцов Юсек Так точно есть, ура-ура И 7 жетонов 4 есть Остальное донесем Реагент, часть 1 То, что бывшая за начальной безопасность Бомж с полихий А, и у прапора теперь, короче, квест активировался, да? Чё, какие предметы? Это 220-й, что ли, ключ получается, да? Точно он самый вреди найден Да пофиг, наверное, отдам я ему этот ключ И он там стоит мне для квеста Если понадобится там открывать 220-ю Я вот не помню, где эта папка Она лежит А, это в 220-й Надо забирать А, всё-всё-всё, я вспомнил Там, по-моему, ноутбук лежит Там какие-то то ли бумажки То ли флешки То ли и то и другое Ладно, разберёмся Ключ сдаём Не знаю, зачем это надо Но пусть будет так Начинаем торговлю с лыжником Я решил купить-продать Вал автоматы Первое, что в голову пришло Тема барыжам Есть второй уровень лояльности у лыжника А у лыжника и интересных всяких штуковин на втором уровне Куча целая Модули, шмодули Не надо теперь будет в три дорого переплачивать Игрокам, которые продают то же самое Тарковский стрелок, часть первая Пруэдина Тоже сдаём этот квест И забираем квест Тарковский стрелок, часть вторая Сделать три попадания в ноги С расстояния более 40 метров из болтовки Сделать два попадания в голову С расстояния более 40 метров из болтовки Но это будет попроще Ой, как раз я с ВПУ погуляю Это будет сделать попроще Потому что здесь можно использовать оптический прицел А 40 метров для оптики Это вообще как два пальца в асфальт Даже близко, я бы сказал Но будем побольше расстояния брать Так чисто попрактиковаться Если я выполню этот квест Я у егеря открою второй уровень лояльности Плюс хочу ещё тир, короче, себе сделать Мне нужно здесь пару гвоздей Это 50 тысяч примерно Один болт Ё-моё, это 60 тысяч примерно 90 тысяч Пару скотчей Это 25 тысяч Ну, чуть больше 100 тысяч надо Болты, гайки, гвозди Я это хочу поискать на развязке Пойду за дикого И посмотрю Пройдусь по складской зоне Позади всех торговых этих Залов, павильонов Там огромное количество ящиков с инструментами И в этих ящиках с инструментами Соответственно, можно найти все эти Гвозди, болты, гайки и прочие прелести Которые мне нужны сейчас для тира Если даже не найду нужное количество Необходимых предметов То я просто насобираю хабара Продам и себе тир поставлю в убежище Поехали Примерно в идее я Появился Так что времени у меня хватит Чтобы все это обойти Как раз в аккурат Минут 10 Мне за глаза Спешить не буду Быстро потихоньку все Проверим Вот дышечки Хорошо, что есть у меня Рюкзачок небольшой Гайки Пока возьмем Потом Походу то, что менее ценное Будем выкидывать Заменяем более ценным лутом Еще один ящик Погодка такая ламповая Атмосферно Когда дождик идет Он так здорово барабанится Клон мы продадим Вот и болты подъехали Хорошо Тут есть интересный погрузчик Как на нем Вкусняхи Появляются И там сумка есть А вот насчет ящиков С инструментами По-моему Их тут нет Нифига Зато БТ-патроны Слушай А больше нету ничего Красный порох Тоже годнота Подожди Этот бинт мне нужен Будет я Буду аптечку там Крафтить Вот так Стрельбанул там Кто-то Я слышал Выстрелы Это дикого Скорее всего Щелкнули А одиночный выстрел Это Явно Про то Что чувака Себе там путь Где-то чистит От дикарей Как раз Куда я идти Собираюсь Ладно Все Не увлекаемся Лутанием Сумок Всяких И прочих Мест интересных Бросаем Все силы На поиски Гвоздей Где-то На улице Надеюсь По низам Пойдешь На вот этих стеллажах Куча всякого добра Вам пожалуйста Круглогубцы Всякие тоже Инструменты В вагонах Брель Но она Ее проще купить На барахолке Чем сейчас Притаскивать С рейда Инструменты Что ли А нет О Еще Болты Что Скинуть Эту Штуку Гайки Саморезы Заберут Заберу Тоже Так Продолжение Продолжение Вот Вот где Элит Надо было Искать А я Где попало Смотрел Сусняк Собьем Провода Можно крафтить В убежище Поэтому Провода Что Тут Днес На Полках Тут Я Осматривал Да Еще Элит Нифига Блин Вот пока По сумкам Лазил Уже Красный Красный Таймер Загорелся Надо было Ну хотя В принципе Че Жаловаться Пару болтов Нашел Циклон Уже Готово Так А здесь Кто-то Уже Шуршал Смотри Тело Вон Лежит Ядреный Корень Кто-то Тут Прогулялся И чисто И все Выгребли Походу Да Чуть Не Обосрелся Зажимает Раскидали Я думал Я думал Бронежилет Тут Оказывается Этот РПС Что-ли А в натуре 3М Броник Ну хоть Какой-то Гульнул В дом Дом Сюда Вот так РПС И Это Снимаем И Надеваем Маску Кошмарную Еще И можно Это О, Рюкзак Смотри Нормально Хубана Ключ От Времянки Как раз Он же Мне по Квесту Нужен Этот Ключ Ну Я бы Его Купил Он Стоит Конечно Но Вреди Найти Квестовый Ключ Пусть Даже Дешевый Это Вдвойне Приятно Бронеразгрузка Нулевая Вообще В башку Видать Ему Жахнули Удар Без Магазина Нафиг Вообще Капец Он Даже Он Даже Патроны Из Магазинов Вытряхнул Что За Педант Такой Сколько Он Стоит Не Стоит Вообще Что Небудь Непонятно Возьмем Если Что Выкинем 6 Минут Поджимает Времечко Надо Чуть Чуть Уже Шевелиться В сторону Выхода Тут Пару Кейсов Еще Осталось Поглядеть Не Пару Даже Побольше Наверное О Сейчас Силу Будем Качать Дикарь Будет Сильный Спас У Нет Ускоряемся Потихоньку Так Тут Пару Тройку Еще Есть Ящиков Син Стру Ой Да Здесь Уже Кто Пошатался Да Ну Вряд Ли Болты Оставят Еще Элит С ума Сойти Четвертый Элит Пассатижи Я не помню Сколько мне нужно Будет В Убежище Этих Элит Пассатижи Четыре Пять Три Ну В крайнем Случае Можно будет Их продать Они Стоят Каких Никаких Денег Тысяч За пятнадцать Можно Впарить Примерно Так Ладушки Все Можно двигать На выход Было бы здорово Все это добро Сейчас вынести Было бы Крайне здорово Я бы сразу Зарядил бы Ну все Осталось Только добежать До выхода Все в ажуре Все отлично Получилось Хороший рейд Ну то что надо Гвоздей правда не нашел Зато Деньжат Выручил Покупаем Скотч Болты Гайки Есть Пару Гвоздей Ого Уже Тридцать Тысяч Все Готово К постройке Ставим Тир Но Воспользоваться Им сможем Только В следующем Выпуске Потому что Время Постройки Один Час Возможность Из бонусов Только возможность Опробовать Своё Огнестрельное Оружие Хотя бы Хлам Этот Весь Уберется И будет Уже Выглядеть Более Менее Обжито Моё Убежище Хорошие Получились Сегодня Рейды Удивительнейшие Конечно Сегодня Происходили События И на Таможне Этот Тихий Рейд Вообще Просто Сказка Обожаю Такие Рейды В натуре Как в ПВЕ Ходишь Как у Себя Дома По всей Локации На этом У меня Все Спасибо За Внимание Спасибо За Просмотр Всем Удачи Услышимся В Следующем Выпуске До Свидания